Привет, друзья! Хочу вам показать последнюю из новинок от Скорп Мир, последнюю из трех новинок. Это коллекция La Creme. Она очень нежная, она мне чем-то напоминает Тильду, только в отличие от Тильды, здесь у нас есть героиня, но эта героиня уже не куколка, а такая молодая женщина. И она действительно очень нежная. У меня на нее есть, знаете, три плана работ для этой коллекции. Посмотрим, что получится в итоге, и давайте сейчас с вами ее посмотрим. Значит, что у меня есть? У меня есть маленький набор бумаги 20х20, у меня есть два листиковых резалок больших 30х30, и четыре листочка маленьких, и набор высечек. Начнем с бумаги. То, чему я не устану радоваться в последних коллекциях, это то, что в каждом наборе бумаги, теперь в большом и в маленьком, у нас стала обложка полноценной, и сзади нее есть высечки. И вот я не сказала, значит, у нас в наборе 10 листочков двусторонних, и плотность их 190 грамм. И дополнительный листочек у нас на обложке, и здесь есть рамочки. Рамочки, это прекрасно, и они очень хорошо вписываются в эту коллекцию, они прям такие нежные, немножко такие, знаете, шебби, и они очень нравятся. Ну, естественно, в большом наборе бумаги 30х30, рамочки такие точно, просто они все крупнее, ну, на лист 30х30. Так, здесь бумага двусторонняя, и она, я вам буду показывать каждый листочек с обеих сторон. Здесь у нас, значит, вот такая вот витрина магазина со сладостями, кофейни, да, я думаю, даже. И с обратной стороны вот такой вот нежный принт, цветочек. И здесь у нас тоже, наверное, этот же магазин, только уже эта кофейня, только подальше, уже такой вид, да, как бы подальше этого дома, и очень красиво. И тоже, видите, собрана, собрана так коллекция, тоже немножко похожа на две предыдущие, на Гербаре и на Самдейс. Такой тоже активный принт у нас с одной стороны, и с другой стороны листа у нас уже такой более спокойный. Допустим, да, если это какой-то, допустим, вы делаете какой-то альбом, то здесь можно расположить на фотографию. А если это лист большой, то его разрезать пополам, и здесь только фото, а здесь только, а здесь какой-то, допустим, уже объемный декор. Ну, мне очень нравятся и цвета такие. И знаете, вживую эта коллекция смотрится гораздо интереснее, чем на картинках. Даже если вы смотрите, я вот посмотрела обзор в прямом эфире Оли Агрум в Скорпмиле, и мне прям очень понравилась эта коллекция. Я не знала, что у меня будет она, я думала, у меня ее вообще не будет. И вот она ко мне приехала, я очень рада, что у меня есть хотя бы тоже маленький такой наборчик. Потому что она такая, она необычная, она тоже, знаете, заставляет немножко задуматься, немножко так Музу потеребиться и сказать, Муза, ну-ка, давай-ка мне идеи. Так, здесь у нас тоже вот такой вот классный листик, тоже вот так, он интересно собран. Совсем, совсем другой стиль у этих трех последних коллекций. Я не устану это повторять. Он совершенно другой, очень отличается от всего, что у Скорпмир было раньше. Так, здесь наша главная героиня. Ей туда, по всей видимости, нельзя. Ну, глядя на ее фигуру, ей туда очень хочется, но нет. И я видела этот лист большой, в наборе в большом 30 на 30. Здесь классно, очень крупные цветы, ну, такие достаточно крупные, чтобы их поврезать. Поэтому, конечно, вот сейчас этот листик внутрится как фоновый, а если там цветы покрупнее, то, конечно, их классно поврезать, и они пойдут очень хорошо в композиции. Так, последняя пара. Это вот такой вот тоже очень сложный фон. Его можно порезать и на карточки, и на какие-то отдельные элементы, а можно использовать и как фоновый. И вот такой вот нежный горошек, такой бледно-персиковый. Так, теперь листочки для вырезания. Они продаются отдельно, они не входят в наборы бумаги. Так, значит, у меня здесь есть листочек вот такой просто, здесь цветы и всякие вкусняшки, чайные приборы, какие-то ведра с цветами. Вот этот лист меня сразу, знаете, как-то уводит куда-то в кулинарную тему, в какую-то кулинарную книгу для, не знаю, для выпечки, допустим, для десерта. Вот туда куда-то меня в эту сторону уводит этот листочек. Здесь очень нежные, красивые цветы, розы. И такой розовый цвет, он, знаете, он не поросячий, а такой он очень приятный, очень спокойный, очень нежный. Немножко с персиковым оттенком. Это очень нравится. И вот этот цвет, он очень сложный, он, по-моему, называется винтажный зеленый. То есть он такой не зеленый, не голубой, такой потертый. Мне этот цвет очень нравится. У меня есть краски такого цвета, и прям он очень красивый. Ну, на мой взгляд, естественно. Так, и листочек с карточками. Здесь у нас уже наши девочки есть. А вот лист с карточками меня наталкивает на идею о блокноте. И поэтому, в общем, надо делать, по всей видимости, и то, и то. Такой какой-нибудь девчачий блокнотик. Прям, прям вот сюда. Особенно вот эти вот, вот эти карточки меня доводят на мысли о такой работе. Так, и эти листы односторонние. И еще у меня есть листочки 20 на 20. Тоже со всякими вырезалками. Тоже листы классические, какие были всегда раньше встречались. Ускор от мира каждой коллекции. И здесь у нас бабочки, но теперь у нас бабочки все разные. Повторяющихся бабочек нет. С обратной стороны лист с принтом. Потом вот такой вот листик с конвертами. Забываю все время слова. Ничего страшного. Это обычная история. Так, и тоже здесь у нас есть принт. Вот эти теги мне очень нравятся. Я люблю, знаете, вот эти два листа. Это, мне кажется, прям мастхэв для любителей создавать многослойные композиции. Потому что теги это уже какая-то не просто обрезок бумаги. Какая-то законченная форма. И вот такие билетики. Поэтому мне очень они нравятся. Во всех коллекциях они мне нравятся. И у меня, допустим, может не быть вырезалок, не быть высечек. А вот такие листы у меня всегда будут. Тем более у них обычно на обратной стороне всегда очень красивый принт. Вот почему-то так совпадает во всех коллекциях, что мне нравится. Поэтому даже если я, допустим, буду использовать не все теги, то я обязательно буду использовать обратную сторону этого листочка. И набор с вырезалками. А здесь я посчитала, ну, опять-таки, если не обсчиталось, наверное, 68 элементов. То есть каждого вот этого элемента есть по две штучки. Так, я вот смотрю сразу, какой отступ здесь вырезанный. Ну, я, конечно, буду это обрезать. И давайте сейчас в ускоренном режиме я их здесь пораскладываю, посмотрим, какие же здесь высечки есть. Я, кстати, их даже не открывала, пока не смотрела. Так что сейчас смотрю вместе с вами впервые. Так что сейчас смотрю вместе с вами. Так, вот такая вот коллекция для крем. Очень необычная для меня. Очень нежная. Мне кажется, давно не встречалась, не выходила вот таких вот коллекций, ну, настолько нежных, настолько немножко здесь есть и от шебе. Шебе это все-таки не только нежная, но и потертая. А у нас здесь есть такие вот, знаете, принты, которые, вернее, листочки, которые вот дополнить еще, да где же самые такие, вот дополнить какими-то еще немножко каким-то белым грунтом, чем-то таким чипом таким выбеленным, поцарапанным. И, в общем, можно даже шебе чего-то сделать из этой коллекции. Но у меня на нее есть планы, которые я уже, в принципе, озвучила, поэтому мне очень интересно, что получится. Так что если вам интересно тоже чего-нибудь сотворить, то обязательно заглядывайте в ваши магазины. Может, тоже уже приехала эта коллекция. А я прям, знаете, волнуюсь, потому что я обычно с таким цветом не работаю. И прям тоже такой, знаете, очередной вызов для самой себя, но приятный. Так что спасибо вам большое, что были сегодня со мной. Это была коллекция Эля Крем от Скорп Мир. Вдохновение вам, хорошей погоды, хорошего настроения. И до скорых встреч. Пока-пока.